Привет всем! Вы на канале Анюта Жирила. Сегодня хочу сделать обзор животных, игрушек, всяких разных. Покажу то, что есть у нас. И, ну, в общем, просто покажу наших животных. И с этого видео вы поймете, какие интересно вам нужны животные, какие животные можно подарить другому ребенку, как они по качеству отличаются, на что следует обращать внимание. Ну и, собственно, вот такого плана видео будет. Так, животные. У нас есть всякие разные. У нас есть самые манюпусенькие, маленькие. Они такие маленькие, ну, прям совсем маленькие. Вот такие, крошечные. Мы ними играем в основном, ну, либо просто, как можно рассыпать на полу, либо на столе, и ребенок их раскладывает. Либо мы еще играем, вот берем книжку Вимельбух. Это вы можете про эти книжки посмотреть в видео. Вот тут вот ссылочку я оставлю. И мы на эту книжку открываем страницу с животными, и там нарисованы животные. И вот эти маленькие животные мы берем одного и ставим на того животного, которое в книжке. То есть мы вот так раскладываем этих животных по книжке. Я покажу урывочек. У меня даже есть этого видео. Ролик. А давай вот те животные, кто у тебя еще есть. Оленю немножко не сюда, но он в гости пришел, просто оленю. Далее. Меня покорил набор вот такой. Я не знаю, о чем-то это вам скажет или нет. Вот Jungle Animal. Очень по разной цене их продают. Здесь 12 штук. То есть это дикие животные, там сафари. 12 штук в комплекте в наборе. Цены варьируются очень по-разному. Смотря где вы живете, где будете покупать. Приблизительно от 200 гривен до 400. Вот такого плана. За одно и то же. Тут просто нужно покопаться, скажем так. Вот. Немножко покажу, какие здесь животные. Ну, немного они, конечно, не соответствуют джунглям. Ну, не джунглям, а там сафари. Но, тем не менее, само качество этих животных мне очень понравилось. Какие животные здесь есть. Вот такой крокодил. Сейчас буду выставлять их на стол, чтобы можно будет подробнее посмотреть. Жираф. Жираф очень неустойчивый, но тем не менее. Дальше. Олень. Вот я не пойму, к чему этот олень. Но очень красивое, ну, хорошее качество этих животных. Они такие твердые. В общем, классные. Красиво разрисованные. Лев. Очень красивый. Красивый реально лев, как настоящий. Вот верблюд. Потом носорог. Такой красивенный носорог, на самом деле. Очень прорисована кожа носорога. Бегемот. Слон. Очень красивый слон тоже. Вот, например, игрушки. Мы с ними играем. Вот, если брать вот эти вот. Вот. Крокодил, носорог, бегемот, слон. Мы с ними купаемся. Вот, нравится играться нам в ванны. Лошадка. Дикая лошадь. Такая тоже красивая. Красивое лицо. Морда прорисована. Это кто? Ягуар или... Потом белый тигр. Они действительно существуют в природе. Я сразу возмутилась, что тигр белый. Оказывается, они реально существуют. Просто не так уж много их рождаются. И медведь. Белый медведь. Очень тоже красивый такой. Морда прорисована красиво. То есть, можно этих зверей покупать либо в наборах, либо отдельно. Вот этого, допустим, вот этих зверей мы покупали отдельно. Они отдавали там 20-30 гривен за животного. Это там 10 гривен, но очень плохая. Что значит хорошее, что плохое? Вот дети, они все ломают, они испытывают, они бросают. То есть, вот эти вот такие, то, что с комплекта, они очень хорошего качества. А те, которые единичные, то есть, надо смотреть, чтобы качество тоже было очень хорошее. Потому что вот такого плохого качества, это вот так разломал, раз и все. И у нас уже были еще такие животные. Дима просто скрутил им голову. Жираф, он оторвал голову вообще, вот так разобрал, оторвал голову. Зебра, она вообще там потрескалась. Ну, в общем, вот так. И еще у нас есть еще такие единичные животные. Петух, это нам просто передали по наследству, оставили. Корова. Кто это? Баран тут есть. Тоже не сильно хорошего качества, но тем не менее. Ну, можно разобрать, да. Вот, я считаю, что животных можно дарить в любом возрасте. Вот как только прям ребенок сел, или там, не знаю, родился, можно уже ему дарить животного. Животные, они как бы вызывают определенную ассоциацию. Они везде встречаются. Ребенку можно объяснять звуки, как делает животное. Они видят их повсюду, на улице, у бабушки в селе, если у вас такая бабушка есть, по телевизору. И очень интересно ребенку тактильно пощупать, да, этого животного. Понять, кто это такой, что он делает, что он приносит, какие звуки произносит. И уже если покупать животных, то ли на подарок, то ли себе, не важно, то покупать уже такие хорошего качества, которые будут служить, и можно их будет передарить, и так далее, чтобы не выбросить деньги зря. Меня просто эти животные покорили, поэтому я решила сделать видеообзор на них. Для того, чтобы поделиться, может вам, вот, будете искать именно таких животных, и найдете, и будете радоваться, как я. Всегда рада игрушкам больше мама с папой, ну, больше мама, а потом уже ребенок. Потому что, почему? Потому что у нас таких игрушек не было, и мы сейчас отрываемся вместе со своими детьми. Ну, это даже, вот, по приколу, по кайфу, не знаю, играть с ними, этими игрушками всякими разными. А так, на этом видео буду заканчивать. Спасибо за просмотр, что вы уделили время мне. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, для того, чтобы отслеживать мои новые видео, чтобы вы были в курсе первее всех. Пишите комментарии, какие игрушки покорили вас, и будем все вместе с вами расти. Спасибо за просмотр. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok